Человек, который думает, что не чистота отношений человеческих, не любовь, не глубина, не искренность, а внешние вещи какие-то являются основой гарантии, что всё будет хорошо в жизни, что будет семья, всё будет нормально. Этому ещё подтверждение наука современная даёт сейчас много диссертаций на тему, что нет квартиры, нет семьи, нет достатка, нет семьи, и так далее. Поют песни такие. Люди, как сумасшедшие, начинают устремляться в зарабатывание денег. Ладно, зарабатывать деньги нормально, без денег невозможно жить. Нужны деньги для того, чтобы кушать, нужно кровь для того, чтобы не замёргнуть, нужен покой, защита какая-то в жизни. Это всё нужно. Но понимаете, это всё, даже если человек имеет сильное чувство собственного достоинства, и он любит других людей, он легко получает само собой в жизни, не напрягаясь. Потому что достойный человек очень заметен, его берут везде, и он всем нужен, он сильную позицию в жизни занимает, и поэтому он красивый, успешный, влиятельный, достойный. Но чувство собственного достоинства, оно должно стоять в центре жизни человека. Означает, отношение с Богом должно быть главным. Вот, допустим, я решил, допустим, что мне холодильник важнее, чем любовь. Ну, то есть я в это вкладываю все свои силы. В результате что получается? Чувство собственного достоинства уходит вперёд. Человек начинает верить в счастье, которое где будет? В будущем. То есть чувство собственного достоинства уходит в будущее. Потому что я верю, что когда-нибудь я буду счастливым, когда заработаю или когда отдам ипотеку. Вот когда выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда на работе всё нормально будет, хорошую работу найду, буду счастливым. Нашёл. Самый лучший вариант сейчас рассказываю. Вот когда у меня на работе всё нормально будет, займу хорошую, как бы деньги нормально, буду счастливым. Хорошо, зарабатываешь нормально. Вот когда я квартиру выключу, буду счастливым. Хорошо. Вот когда детей в институт отдам, буду счастливым. Когда дети выключатся в институте. Вот когда внуки подрастут, раз и умер. Счастье всё время находится в будущем. Так живут 90% людей в этом мире. Жизнь в будущем приводит человека к истощению. У него есть закономерные 4 стадии жизни. 5 вернее. Но он проходит обычно 4. Только глупые люди 5 проходят. Первая стадия. Она описана в этих фильмах во всех, которые материальное процветание прославляют. Первая стадия называется привлечённость к материальному счастью или восторг. То есть там успешного человека всегда показывают. Вот он такой крутой, такой классный. У него такая хорошая жизнь. И все люди хотят быть успешными. Они там одеваются как успешные, ведут себя как успешные. Это, кстати, неправильное чувство работы, чувство собственного достоинства сразу даёт. Потому что человек из себя что-то корчит. Он не сам по себе, а он из себя показывает. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вы пришли на очень хорошую лекцию. Я расскажу вам, как надо правильно жить. И вы понимаете, почему лекция такая дорогая, да? Потому что знания дорого стоят. И так далее. Это страсть. Да, вы такого лектора увидите, уматываете. Мотаете оттуда. Чтобы вы знали, вот те деньги, которые вы платите, я не беру себе. Я беру эти деньги, но отдаю на добрые дела. Я на них не живу. Иначе у меня потеряется сила. Я не смогу вам читать лекцию. У меня почти слюна, глядя на вас. Ну, это надо изучать. Деньги имеют силу. Итак, смотрите. Когда человек верит в будущее счастья, он уходит из настоящего времени. В результате у него вот эти пять стадий начинают развиваться. Первая стадия – все будет Кока-Кола. Или хорошо. Вот. Вторая стадия – тяжелый труд. Ну, чтобы все Кока-Кола было, надо чем заниматься? Нужно тяжело трудиться. И смотрите, в этой стадии тяжелого труда человек не учитывает одну интересную вещь. Вот жизнь человека по судьбе, ему дается определенное счастье от отношений с друзьями, от отношений в семье, от воспитания детей, от отдыха, от лечения, от духовной жизни, от еды. Вот, допустим, поездок там куда-то и так далее. Есть сегменты счастья в нашей жизни, да? Теперь человек решает. Самое главное – это деньги. Ну, и счастье от достатка тоже есть сегмент. Самое главное – деньги. Значит, с друзьями некогда, потому что деньги, работа забирает. Раз. С женой некогда, потому что деньги. На детей сил нет. Деньги. Кушать некогда нормально. Фастфуд. Надо жрать быстрее, потому что некогда. Деньги. Дальше в отпуск. Какой отпуск? Работать надо, какой отпуск. Дальше отдых. До свидания. И так пол жизни. А когда уже остается там совсем немного, да? Ты уже там костями гремишь. У тебя как бы уже не до счастья. Потому что счастье человек в основном в молодом возрасте испытывает. В пожилом он может только от молитвы счастье испытывать, потому что тело вообще никакого счастья не дает. Не покушать нормально, не поспать, не походить – уже тело не то. Классные перспективы, мои хорошие. Это то, что нам пропагандируют сейчас. Подумайте. Куда мы себя толкаем. И вот люди в страсти, которых чувство собственного достоинства ушло вперед, они не могут сохранить семью просто в принципе. Потому что в семью нужно вкладывать силы, а не в силы вкладывать шматье. В результате семья разрушается. Это естественно. Теперь некоторые из этих людей проходят дальше стадии. Следующая стадия после тяжелый труд называется стадия напряжения или перенапряжения. Это означает, что уже тяжело работать слишком много. Уже все, ты перенапряжен. Дальше надлом, следующая стадия. И деградация. Проиллюстрируем это популярным фильмом. Три мушкетеры. Пора, пора. Первая стадия. Порадуемся на своем веку. Красавице и кубку счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьми на шляпах. Судьбе не раз шепнем. Мерси и боку. Сорок лет спустя. Сколь мне осталось, как снять усталость зеленоградзое такси. О-о-о-о. Притормози, притормози. И отвези меня туда. О-о-о. Те будут рады мне всегда. То есть, понятно, да, система? То есть, мы сначала мечтаем о чем-то, а потом отвези меня туда, где меня не долбают. Усталость, надлом. Ну, то есть, видите, человек в таком состоянии веры в будущее, он теряет контакт с настоящим, означает, перестает заряжаться. Потому что человек – это существо, как батарейка. Ему нужно постоянно заряжаться. Нужно заряжаться от природы, от людей, от Бога. Иначе он не может нормально жить. Счастье означает заряженное состояние, а не разряженное. Нужно заряженным быть, тогда ты будешь счастливым. Значит, ты будешь несчастным. Но если человек торопится, то есть, живет в будущем, то он не может быть заряженным. И так же человек не может быть заряженным, если он живет в прошлом. Почему? Потому что все уже в прошлом же, да? Немщик, не гони лошадей. Не некуда больше спешить. Все в прошлом. Все. Да? Или в будущем. Но если в будущем тоже счастья нет. Потому что ты не видишь настоящего, ты спешишь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Видите, как важно знать, как работает чувство собственного достоинства. Человек лишается счастья, если он не понимает, как правильно жить. Оно может быть униженным. Человек лишается счастья. Он унижен постоянно. Человек может гордиться собой. Я крутой. У меня жена. У меня не достойно. Хорошо. Тогда ты не будешь счастлив. Ты не будешь ее видеть, понимать. Можно бежать вперед. Не видеть крышу дома. Медленный рассвет. Можно назад. Это затянулось белой тилой гладь старинного пруда. Была как Буратино. Я когда-то молода. И так далее. То есть есть разные варианты. Есть вперед, назад, вверх, вниз.